Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Пожалуй, это видео надо начать с того, что аж три года назад где-то я снимала видос, где учила, как правильно ставить аккорды на укулеле, и оно достаточно много просмотров набрало. Так вот, тогда я тупо показала, как они выглядят. Я решила модернизировать этот видос, и сегодня мы с вами первое, научимся правильно читать эти аккорды, второе, их правильно играть, ну а третье, разберем самые распространенные ошибки, которые возникают при игре аккордами на укулеле. Нам по всем по порядку, бери инструмент в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле! Ну и перед тем, как играть что-то на укулеле, давайте повторим, что же такое аккорд. Аккорд это когда три звука и более играются у нас одновременно. И также нужно повторить, что такое аппликатура. Аппликатура это нумерация наших пальцев. Разберем левую руку, потому что сейчас будем все изучать по левой руке. Нумерация у нас идет следующая. Большой палец у нас не участвует в игре, он держит наш гриф, поэтому нумерация у нас начинается с указательного пальца. Поэтому тупо нумерация. Один, два, три, четыре. Это что нам пока нужно знать? А теперь время практики! И для начала нам нужно узнать, как же читать эти аккорды. Перед вами сейчас картинка появилась. У многих может возникнуть, что это такое, кто первый раз сделал инструмент в руки. Так вот, вот таким вот образом чаще всего и записывают аккорд. Как эту штуку читать? Чтобы нам было легко прочитать эту запись, то мы можем мысленно перевернуть инструмент вот таким вот образом. И получается, что вертикальные линии это наши струны, то есть первая, вторая, третья, четвертая. А горизонтальные линии это наши лады. То есть получается первый лад, второй, третий, четвертый и так далее. Я вам советую, если вы только-только начали играть, чтобы правильно читать аккорды, то, пожалуйста, подписывайте наверху, какая это струна. Потому что чаще всего в такой записи их не подписывают. Вы неправильно это читаете, вы это неправильно запоминаете. И получается, что получается, вы неправильно запомнили, собственно, аккорд. И мы прекрасно ведь знаем, что лучше научиться сразу правильному, чем потом переучиваться. Чтобы вы понимали, чаще всего, кто только начинает играть на укулеле, конечно же, играет аккордами. Поэтому их очень важно научиться играть правильно. Ну а чтобы их правильно играть, их нужно научиться правильно читать. То мы сейчас с вами и будем делать. Если вы смотрели предыдущее мое видео про ноты, то вы понимаете, что есть мажорные аккорды и минорные. Их отличить друг от друга очень просто. Если это минорный аккорд, то пишется маленькая буковка М. У нас есть 7 базовых мажорных аккордов и 7 базовых минорных аккордов. Итого 14 базовых аккордов, которые нам нужно выучить. Я вам покажу, как они играются. Если что, раздачный материал, конечно же, откройте, почитайте, запомните. И теперь быстренько пробежимся по мажорным аккордам. Аккорд О. Д. Аккорд Е можете играть вот таким вот вариантом. Или играть через баррэ, допустим. Еще есть вот такой неудобный, куда-то надо что-то делать. Я обычно так его не ставлю. Можете суперлатовый вариант взять просто через Е7. На первое время пойдет. Если научитесь играть баррэ, оно вам пригодится. Лучше играть через баррэ или вот таким вот вариантом. Далее аккорд Фа. СОЛЬ. ЛЯ. И СИ. Это 7 базовых мажорных аккордов. Теперь минорные. СМ. ДМ. ЕМ. ФАМ. ДжИ. М. АМ. И аккорд. БМ. Да, оба аккорда от ноты Си и мажорные и минорные играются через баррэ. Поэтому тут от этого никуда не убежать. Придется учиться играть баррэ. Но это не так сложно. Тем более есть целый видос, который я делала. И вот эти 14 базовых аккордов вам нужно выучить. Чтобы вы каждый раз не посматривали. Такие, что, где. Потому что вот эти 14 базовых аккордов постоянно в каждой песне. То есть вот тот же самый ЦМФГ. В процентах 85 точно во всех песнях есть. Разбор на укулеле. Разберем такой момент, что бывает очень сложно переходить с одного аккорда на другой. С чем это связано? Что вы, точнее ваши пальцы, не до конца знают аккорд от А до Я. То есть вы вроде бы, ну допустим, возьмем посложнее аккорда. Возьмем аккорд Ж и возьмем аккорд ЛЯ. Да, допустим, у меня идет связка аккордов. И вот мне очень сложно переходить с аккорда ЛЯ на аккорд СОЛЬ. Как это отработать? Во-первых, вам нужно каждый аккорд знать очень хорошо. В этом-то все проблемы происходят. То, что не до конца наши пальцы запомнили, что за аккорд, какой мы играем. И пока мы перейдем. У нас тратится время. Каждый аккорд нужно знать хорошо. Как его выучить и отточить. Все очень просто. Допустим, у нас ничего не зажато. И я отрабатываю сейчас только аккорд ЛЯ. То есть я пока ничего не зажимаю. Потом БАС поставила, пока в медленном варианте, этот аккорд. Потом опять отпустила. И это делаю до тех пор, пока я в быстром темпе не смогу быстро ставить этот аккорд. Потом мы можем подходить к этому аккорду. Допустим, у меня был аккорд С, потом идет аккорд ЛЯ. Вот, отлично. Аккорд С, он намного проще, чем аккорд ЛЯ. Поэтому я могу сыграть С, перейти на ЛЯ. Потом опять перейти на С, перейти на ЛЯ. То есть пока хорошо не начну играть этот аккорд ЛЯ. Когда я уже отработала этот аккорд, мои пальцы прям уверенные, твердо ставятся. Перехожу к аккорду СОЛЬ. Там тоже самое проделываю. Во-первых, мне нужно очень хорошо его и правильно выучить ставить. И только потом, когда мы отдельно знаем хороший аккорд ЛЯ, отдельно аккорд СОЛЬ, мы можем их начинать соединять друг с другом. Сначала в медленном темпе. То есть ЛЯ, СОЛЬ. Потом петля. Потом СОЛЬ. И постепенно, постепенно ускорять. Допустим, ЛЯ, СОЛЬ. ЛЯ, СОЛЬ. А можете при этом пока не играть. Ваша задача не извлечь звук. Ваша задача правильно следить. Какими пальцами вы это все ставите. И правильно ли вы вообще ставите на нужный ли лад. Если мы вот таким вот образом отработали эти аккорды, то у вас не будут возникать проблемы. Мне сложно перейти с аккорда на аккорд. Также на начальном этапе может возникнуть такая проблема, что аккорд-то мы выучили. Все, как оно ставится, все отлично. Но мы играем не теми пальцами, что нужно. Получается, что разные аккорды мы играем одним и тем же пальцем. Допустим, аккорд С. Потом этот аккорд С переходит в АМ. И ставим опять этот указатель. Ну, так не играют. Потому что у нас же есть еще пальцы. Их можно тоже задействовать. Поэтому вам нужно выучить, какой же палец ставится на конкретный аккорд. Поэтому на аккорд С, например, поставлю третий. На аккорд М я ставлю второй. И после аккорда АМ, допустим, у меня идет аккорд Фа. То есть все очень просто, чем если бы я ставила тут указательно, потом тут указательно. Потом через АМ мне нужно поставить на Фа. И вот это лишние махинации, какие-то действия. Нам такого не надо. Все очень просто, все очень близко. То есть С, А, М, Ф. Ну, допустим, Джи. Вы можете еще раз посмотреть, как я играю эти 14 базовых аккордов. Посмотреть, какими пальцами я это зажимаю. Допустим, распечатать этот раздачный материал, который прикреплен ниже. И подписать прям, что, где, какой палец ставится. Разбор на укулеле. И также на начальном этапе может возникнуть проблема, что вы зажимаете пальцы. Во-первых, они у вас или вот таким вот образом пережаты, зажаты. Или вы сильно давите и каким-то непонятным образом они у вас вообще могут быть прямыми, чтобы басисты играть прямыми пальцами. Нет. Следите, что когда вы зажимаете какой-то аккорд, ваши пальцы не стоят прямо вот таким вот образом. А они как бы полукруглые. Да? Полукруглые. Допустим, если я играю аккорд, я же ставлю их округленно. То есть вот таким вот образом. То есть вот я ставлю непрямыми пальцами играю. А у меня округлые пальцы. То же самое с Джи. Ну и со всеми аккордами. То есть С, А, М, Ф. Вы, наверное, можете спросить, Дарья, зачем? Зачем же нужно, чтобы у тебя были округлые пальцы, а не прямые? Все очень просто. Когда вы делаете округлый пальц, во-первых, вы играете правильно. Раз. Второй момент. Вы не задеваете лишние струны. Вот на примере, да, я зажала третью струну под прямым пальцем. Я... У меня вторая струна не звучит. Она приглушена. У меня такого не должно быть. Потому что из-за чего-то это происходит. Потому что я палец поставила неправильно. То есть у меня какой-то непонятный, ни прямой, ни кривой. Вообще, что происходит? Округленно ставим, как будто яблоко. А у нас вот такая арка. Как хотите называть ее. Мостик. Кому как удобнее. Ну, не вот прямые руки. Такой же момент. Мы зажимаем струны не всем пальцем. Поэтому очень важно правильно распределять нагрузку на струну. То есть как мы зажимаем эту струну. Мы же не всем пальцем на нее давим, да? А именно местом. То есть вот это местом между подушечкой находится и нашей ногтевой пластиной. То есть вот это вот. Вот видите, у меня сейчас то, что я струну зажимала, осталась выемка. Вот как раз это, собственно, и мясо. Давай мясо! Давай мясо! Также может произойти такая проблема, что вроде бы я правильно зажала пальцы. Вроде бы они у меня не прямые. Все правильно, положение руки сохранено, как мне Дарья сказала. Нужный лад, нужная струна, но аккорд не звучит. То есть вот я поставила аккорд G, по идее у меня должен звучать, да? А звучит... Вот как-то, начиная проверять... Вот какое-то дребезжание или, в принципе, глухая струна. С чем это может быть связано? С тем, что если вы только начали играть, ваши пальцы еще не привыкли правильно зажимать, поэтому вы не до конца зажали нужную струну. То есть проверяйте, пожалуйста, поставили вы аккорд, правильно ли пальцы, правильно ли положение. Начинаем по отдельности проверять струну. Ага, видите, звучание не чистое, значит, надо посильнее зажать. Зажимаем мы не всем пальцем давим, не всей рукой, да? На нужную струну именно только мясцом, нашим мясцом. Вот, поставили. То есть какая-то глухая, чуть-чуть посильнее начинаю давить. Оп, звук появился. Дальше проверяю. Отлично звучит. Вот вам и чистый аккорд, поэтому следите, проверяйте, это очень важно. Ну, вот и все на сегодня. В принципе, я разбрала самые базовые вещи, которые нужно знать, когда вы играете аккорды. Раздатку всю написала. Посмотри, прочитай еще раз, потренируйся, если у вас что-то не получается. Также, если возникли какие-то вопросы, проблемы, конечно же, напишите в комментариях. Если что, я вам отвечу сама лично. Вот все на сегодня. Надеюсь, этот видео с вами был полезен. Если так, то напишите в комментариях. Что-то, может, новое узнали? Или хотите что-то предложить? Как бы я всегда открыта для отзыва и предложения. Всегда у нас работают под комментариями. Также подписывайся на канал, если до сих пор это не сделал. А статистика моя показывает, что это многие не делают. Не надо так, не надо меня расстраивать. Тем более, на протяжении всего декабря видосы уходят два раза в неделю. Чтобы не пропустить, естественно, нужно подписаться, как бы. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok